Готов к вопросам. Прошу написать, хорошо ли меня видно, слышно. И мы готовы приступить к прямому эфиру. Этот прямой эфир стал для Олега Имамеева. Уже четвертым по счету в этот раз им приняли участие около 400 человек. Вопросы от горожан касались разных сфер, от уличных тротуаров до оборудования мест, где можно было бы поиграть со своим четырехлапым питомцем. К слову, в планах администрации Благовещенска уже стоит строительство таких площадок. Однако, отметил руководитель областной столицы, к ним есть определенные требования. И вот чтобы этим требованиям всем соответствовать, мы ищем место, где можем эти площадки организовать. Я думаю, что их однозначно нужно делать. И делать не одну, а хотя бы несколько частей города, чтобы была какая-то доступность владельцам животных посещать данные площадки. Неоднократно горожане поднимали тему с общественным транспортом. Так, одна из участниц онлайн-беседы пожаловалась главе города о том, что многие торгово-развлекательные центры работают до 22 часов, тогда как городские автобусы уходят с линии на полчаса раньше. В планах оптимизации работы общественного транспорта у нас стоит в том числе и режим работы. У нас общественный транспорт будет работать как минимум до 22, на некоторых участках и до нуля часов. Как выяснилось, во время прямого эфира с начала отопительного сезона тепло есть не везде. На холодной батарее жаловались жители поселков мясокомбината и аэропорт. Кстати, о последнем мы уже рассказывали год назад. Проблема с отоплением там сохраняется до сих пор. Как рассказал Олег Имамеев, зрителям прямого эфира накануне трансляции у него было совещание с руководством АКС и ДГК, где основной повесткой стало прохождение отопительного сезона. Что касается аэропорта, там были вопросы связаны с некачественным углем. АКС оперативно в течение нескольких дней поменяла уголь на более калорийный. Но до сих пор у нас есть еще участки города, в котором тепло разделяется не равномерно. Зачастую это связано в том числе и с потребителями незаконных, которые подключаются, вырезаются, давление падает. И, соответственно, до конечных потребителей тепло не доходит. Хотя на выходе котельная выдает все необходимые параметры. За час, что длился прямой эфир, мэру Благовещенска задали больше 300 вопросов. В конце встречи Олег Имамеев пообещал жителям города и его окрестностей отреагировать на каждое обращение и предоставить ответ в течение недели.